Руководитель рабочей группы Дмитрий Сенцов в главном офисе предприятия «Крымхлеб» подводит итоги первого этапа нацпроекта. За три месяца проведена большая работа, диагностика цеха и разработка системы по улучшению производительности труда. За эти три месяца мы оказали по всем основным направлениям адресной поддержки существенную помощь. За основу взяли методики Федерального центра компетенции. Уже происходят физические изменения на заводе. Ломаются помещения, переносятся стены. Все для оптимизации. Время, которое затрачивается на загрузку автомобилей, слишком много. Будем все это дело сокращать. Улучшения условий труда стали возможны благодаря новому оборудованию, которое сократило время ручной формовки теста. И здесь запускается, если вы увидели, два потока. Мы сюда дополнительно ставим порядка 6-7 новых единиц оборудования. Но по факту мы получим более качественную, а главное более по низкой себестоимости. Это очень важно, что себестоимость снизится в выпускаемой продукции. Именно цехами, как мы сказали, это маржинальная продукция. Теперь 90% продукции производства переходит на автоматический режим. Для Крымхлеба это технологический прорыв. Уверен директор предприятия. Также добавил в цеху увеличился и ассортимент выпечки с натуральной начинкой. Мы ввели новые виды пирожка. Если мы начинали с четырех видов, когда запускали в феврале месяце, это куплены были новые линии непосредственно Росмиксовские. Сейчас уже порядка девяти позиций. И я думаю, что мы увеличим еще. Главная цель предприятия – снижать затраты и не повышать цены на хлеб. Принципом бережливого производства обучены сотрудники предприятия. Сами представители ФЦК, Федерального центра компетенций, приезжают на предприятие на начальном этапе, обучают, рассказывают. И уже непосредственно специалисты, сотрудники предприятия, обучившись, уже дальше распространяют свое обучение на персонал. И тем самым реализуются проекты. «Крымхлеб» стал первой площадкой в Крыму для реализации нацпроекта. Начальный этап прошел успешно. Эксперты Федерального центра компетенций прогнозируют, что за шесть месяцев производительность труда повысится на 30%. Новая методика будет внедрена на всех остальных филиалах предприятия. Суданиста Каева, Эрвина Миралиев, Телеканал Миллет.